Добрый день, дорогие друзья! Мы сейчас сделаем разбор заданий муниципального этапа Всесоюзной Олимпиады школьников по литературе 2023 года, 11 класс. Я кандидат филологических наук Галкин Александр Борисович. В недавнем прошлом тренер сборной Москвы по подготовке Всесоюзной Олимпиаде школьников по литературе. Мы готовили олимпиадников и к муниципальному, и к региональному, и к заключительному этапу, и увозили их в разные города, в Ярославль, в Казань, в Артек, где многие наши олимпиадники становились призерами и победителями, потом становились студентами МГИМО, МГУ, Высшей школы экономики, факультета журналистики, филологического факультета Санкт-Петербургского университета. И если у вас есть это желание пройти на бюджет бесплатно, вам и у вас есть пристрастие к литературе, к русской литературе в том числе, то вы должны удачно и с интересом выполнять вот эти задания, в том числе и муниципального этапа. Ну, посмотрим, какие задания там были, я их прокомментирую и попробую объяснить, каковы задания, ответы и критерии оценивания этих заданий и ответов. Ну, первое задание «Хронотопы. Герои произведения». «Хронотоп. Хронос. Время. Топос. Место». Здесь важно, что вы видите некие иллюстрации, картинки и понимаете, какая из этих картинок лишняя, какая иллюстрация не соответствует основному произведению, которые даны в этих картинках. Нужно назвать фамилию автора, название произведения, обосновать, почему эта картинка иллюстрация лишняя, на каких-то иллюстрациях перечислить имена, отчества и фамилии героев, ну, в данном случае мужчин, назвать место, географическое название дать, где происходит сцена, которая изображена на иллюстрации 2, вспомнить, какой праздник отмечает героиня и расположить иллюстрации в правильном порядке в соответствии с сюжетом. Ну, вот вы видите эти картинки, и я думаю, наконец догадываетесь, что речь идет о гранатовом браслете повести Куприна. Там одна картинка, где вот веретено падает. Это уже не гранатовый браслет, девушка в деревенской одежде, там печка, деревенский дом. Это Олеся, повесть Куприна тоже Олеся. Значит, это лишняя иллюстрация. То, что она не в дворянском платье. Здесь все герои дворяне в гранатовом браслете. Совершенно другой интерьер такого богатого дворянского дома. А здесь обычная изба. Да и не стала бы Вера Николаевна Шейна заниматься придением нитки. Это не ее занятие, не дворянское. Значит, Куприн, гранатовый браслет Олеся. Здесь вот двое мужчин, да, на первой иллюстрации. Они пришли к какой-то женщине, поднимаются по лестнице. Это Василий Львович Шейн, муж Веры Николаевны, главной героини. И Николай Николаевич Мерза Булат Тугановский. Ну, вот здесь довольно трудно вспомнить фамилию. Она из трех частей стоит. Мерза Булат Тугановский. Можно назвать Булат Тугановского или Николай Николаевич Тугановский, в крайнем случае. Но все-таки лучше полностью назвать фамилию. Все это происходило именины Веры Николаевны Шейной в Крыму или на северном побережье Черного моря. Там тоже сказано так, северное побережье. Это именины Веры, Надежды, Любви. 17 сентября они происходят. Кроме того, сегодня день был ее именин 17 сентября по старому стилю, а по новому 30, плюс 13 дней в 20 веке. Значит, именины Веры Николаевны Шейной или именины Веры Николаевны, именины Веры Шейной, именины Веры. Если просто именины, тогда один балл снимается. Целостный анализ текста. Выберите для аналитической работы или прозаический, или стихотворный текст. Вы можете выбрать, можете проанализировать или тот, или другой. И как лучше это делать? Вы читаете текст и как бы анализируете вот по ходу чтения. Но сначала лучше просто просмотреть его по диагонали. Всеволод Вячеславович Иванов, «Лампа посередине мира», первый рассказ о волшебной лампе. Здесь есть, если что, даже под заголовок. Это тоже важно. Вот здесь в основном идет такой текст без диалога. Ну, диалог там есть, но немного. Вернее, первая часть без диалога, вторая часть уже с диалогом. Опять там вклиниваются рассуждения разного рода. И как бы текст эклектичный, что называется. Есть и диалог, то есть вероятно какой-то конфликт между персонажами. Есть и рассуждения авторские. 1943 год, то есть год войны. Это важно. На это обратить надо внимание. Лампа посередине мира. Ну, как бы волшебная лампа Аладина сразу вспоминается. Первый рассказ о волшебной лампе. И здесь явно есть такая аналогия. Но 1943 год, год войны. То есть как будто человек хочет уйти в сказку. Такой эскапизм, убегание во что-то иное. И речь идет от первого лица. То есть герой, сам рассказчик и сам действующее лицо. Это важно. Долгое время назад, еще до войны 1914 года, довелось мне стать единственным наборщиком единственной типографии Павлодара. Города, что и поныне прославляет добродушные степные берега Иртыша. Второй раз в своей жизни, получив жалование, и опять за целый месяц, я понял, что передо мной важное событие. Первую получку я распределил настолько зыбко и неуловимо, что с ней снялся теперь и вспоминать о том. Я робко, невнятно задумался над деньгами. Необходимо ознаменовать эти полные величия дни. Это несомненное вступление в жизнь. Во-первых, сразу здесь время указано. До войны 1914 года, долгое время назад, со времени начинает. Второй раз получил жалование. Первый раз он потратил зря первую получку зыбко и неуловимо. Эпитеты, выраженные наречиями, немножко иронические. Здесь есть уже некоторая ирония. И опять за целый месяц восклицательный знак вклинивается вводная структура. Еще до войны 1914 года вклинивается вводная структура. Добродушные степные берега Иртыша. Такой странный какой-то эпитет, немножко ироничный. Здесь ощущение ироничности того, что будет рассказано, с первых строк возникает. Но как? Позвать гостей я знал едва ли десяток людей во всем городе. Значит, если до войны 1914 года, а написано в 1943, то прошло 30 лет, 29 лет. Автор – зрелый человек. Он вспоминает свою такую юность, молодость, самое начало зрелости, когда человек получил первую получку или вторую. Ну, в общем, здесь есть ретроспекция. То есть, хронотоп мы используем как некое сочетание времен. Пожертвовать эти 9 рублей... Ну как, позвать гостей я знал едва ли десяток людей во всем городе. Пожертвовать эти 9 рублей... 9 рублей получка, да? С высокой целью... С высокой целью ирония. Куда? 9 рублей – это полное величие дней. То есть, явная ирония. Где эта высокая цель? Приобрести что-нибудь из одежды или вещей? Это риторические вопросы, на них ответа нет. Риторические вопросы... Значит, здесь есть некоторое ораторское послание какое-то. Ораторский жанр здесь присутствует. Волшебная лампа Алладина. Что-то сказочное, но при этом что-то ораторское. И при этом с явной иронией. Таким образом, в раннее воскресное утро я пошел на базар. Значит, время здесь опять указано. Раннее воскресное утро. Время важно. Война до войны 14-го года. Там важное событие. Тогда-то получка. Базар в Павлодаре столь велик и длинен, что можно подумать, будто город собирается торговать с целым континентом. Двери магазинов широко распахнуты. Я иду от магазина к магазину, от окна к окну и беспрепятственно сближаюсь с теми товарами, которым почему-то суждено быть моими. Я, извертываясь, выдумывая предлог, чтобы уйти от витрины часовщика. Видите, время. И часовщик здесь. Он не хочет со временем связываться. Он хочет из времени выпасть в вечность, в сказку. Хоть бы встретить какого-нибудь знакомого. Хоть бы появился. Насососец. Так зовут городского потешника, проказника, служащего в казначействе. Вот вам портрет. Но портрет – человек, который не появляется. Довольно странная вещь. Он сквернослов, свистун, лицо его слащаво, как медовый пряник. Сравнение. Но купцам он нравится. И они любят калякать с ним о пустяках. Но его нет еще. Рано. Я гляжу уже не в магазины, а между них. И вдруг я вижу, что возле чайного магазина сидит, прислонившись к стене, босяк. Значит, здесь первый был портрет – псевдопортрет, человек, который не появился. То есть, человека за рамками сюжета, несюжетный персонаж. А вот появляется человек, который будет уже сюжетным персонажем. Но описывается не он, а предмет, вещь, которая рядом с ним. То есть, она становится героем тоже. И в названии она герой, и в повествовании она герой произведения, рассказа. Возле ног его медно-красная лампа, широкая, без светиля и без стекла, да и приспособления. Сжимки для стекла нет. Пожалуй, это сооружение можно назвать светильней. Она медно-красная, но давно не чищена и покрылась грубой патиной. Лампа лежит возле колена, а колено в ссадинах. Видно, босяк недавно упал. Он дышит мерно, заснул. Видимо, он пьян. Я шевелю его за плечо. Эй, дядя, он подергивает плечом, носом я сильнее надавливаю на плечо. Он открывает глаза, думает, что он будет меня ругать. Он говорит, а чего не уступить? Торговаться не буду, уступлю. Удивление охватывает меня. Зачем мне эта старая лампа? То есть, герой говорит как бы на мысли покупателя. Продавец угадывает покупателя. Он как бы фиксирует, транслирует его интуицию этого покупателя. Зачем мне эта старая лампа? У меня и дома-то нет. А для вещей нужен дом, по крайней мере, собственный угол, чтобы создавать там домашний уют. Значит, 43-й год – это явно такая актуальная вещь. И опять возникает вот этот хронотоп. Как бы наложение одного времени на другое. Босяк опережает мои возражения. Чего пялишься? Это, брат, не простая лампа, а волшебная. Волшебная? А как же? Небось, читал в книжках. Книжек я читал много. И о путешествиях, и о прошлом, и о загадочной и далекой Индии. Да-да, что-то припоминаю такое. Конечно, как я сразу не мог сообразить, а волшебные лампы я читал в арабских сказках. Тысяча и одна ночи, да? В сказке «Тысяча и одна ночи». Возникает как бы такой параллельный план. Герой гуманитарий, условно говоря, интеллектуал, книголюб. И вот босяк, алкоголик, пропойца. Возникает такой скрытый конфликт, что ли. Или взаимоотношения двух людей из разных категорий, из разных сословий даже. «Продаешь, спрашиваю я у бусика? Эка, продаешь. Здесь одного материала можешь на гривенник. Да волшебство, да работа. Вот и считай, сколько набегает. Денег не хватит расплатиться». Он смотрит на меня, прищурив глаз, будто оценивает. Стоит со мной заключать сделку или поискать другого? Уступаю во временное пользование. Сроком на час. Время, опять, час. Значит, возникает лейтмотив времени. И этот лейтмотив за счет разных вот этих стилистических пластов и даже слов обыгрывается. «И сколько же ты берешь за час?» Голос мой дрожит от волнения. «Я уже твердо знаю, что не напрасно пришел на базар. Что именно о такой лампе я мечтал всю жизнь. И к чему целый час мне достаточно пяти минут? Только хватит ли денег, чтобы расплатиться за воплощение мечты?» Значит, деньги и время, вечность и вселенское что-то такое, мечта, как вневременная категория, возникают некие философские категории в таком бытовом размышлении юного мальчика, юного молодого человека. «Нащупываю получку, лежавшую в кармане. Сколько?» «А сколько есть у человека? Если он и вправду захочет получить лампу, а не так, для баловства, то отдаст все, что есть, хоть даже и тысячу рублей. Протягиваем ему деньги на раскрытой ладони. Босяк опять смотрит на меня с прищуром, удовлетворенно улыбается и встает с земли. Он перекладывает мою получку к себе в карман и направляется важным шагом к ближайшему кабаку». Значит, здесь опять как бы с неба на землю такие антитезы, иронические антитезы. Кабак – волшебная лампа, которая мечты воплощает. По дороге останавливается и через плечо кивает на лампу, которая так и лежит в мягкой павлодарской пыли. «Лампу-то подбери!» «Спеши!» «Твой час уже начался!» Босяк уходит медленно, а я схватываю лампу и крепко прижимаю ее к груди. Мысли теснятся лихорадочно в голове. «Что же пожелать?» «Что?» – спрашиваю сам себя. «Странно, так много желаний, не знаешь, с чего начать». «Просить одежды или еды?» – глупо. «Стоит ли на это тратить силу волшебства?» «Ведь у меня были деньги, чтобы купить необходимые. У меня еще будут возможности заработать, мне и надо-то совсем немножко». Значит, деньги для него не являются ценностью. Одежда или еда не являются ценностью. Какие-то особые мечты должны здесь от волшебной лампы воплотиться. «Просить здоровья?» Опять мы видим риторические вопросы. «Но я здоров, молод, мне всего 18 лет». Он сам отвечает на эти риторические вопросы. Получается такой внутренний диалог. «Мне всего 18 лет. Что еще?» «Лампа острой своей гранью впивается мне в грудь, давит. Я стою в нерешительности, а солнце за моей спиной движется, и вместе с ним движется тень у меня под ногами». Значит, здесь тень как показатель времени. Солнце как показатель времени. Еле-еле, медленно. То есть человеческая жизнь, получается, она как бы вот на уровне этой тени. Тень движется, и как бы жизнь проходит. Вот-вот мечта исчезнет, и час закончится, и она не реализуется, эта мечта. Значит, важность каждой секунды, минуты человеческого времени, человеческой жизни. Еле-еле, медленно, однако движется. Что же пожелать? Вдруг я слышу за спиной шаги, чья-то чужая тень сливается с моей. Кто-то кладет руку мне на плечо. Ну, здесь возникает даже такая сказочная метафора тени из Шварца. Тень как что-то такое страшное. Чужая тень сливается с моей тенью. Один человек накладывается на другого. Кто-то кладет руку мне на плечо. Свежий запах вина и жареной картошки обдает меня. Босяк стоит рядом, не твердо пошатываясь. Все ирония. Все, брат, вытекло время. Впредь будь поворотливей. Неужели целый час прошел? Босяк забирает лампу, сует ее под мышку, но не уходит, а все стоит. То есть он ждет, что тут потребует. Девять рублей заплатил. Громадное количество денег. А он не требует. Я прошу его тихим голосом, без особой надежды. Я уже придумал, дай лампу на минутку. Я только потру. На минутку. Вот вам еще один временной промежуток. Он говорит укоризненный и серьезный. Какое же волшебство в нарушении уговора? Обман, а не волшебство. Я подумал, но для того, чтобы попросить духа перебросить меня из эпохи в эпоху. Какая эпоха сейчас? До 14 года. Еще мир. После 14 года и в 14 году война. После 14 года разруха. Сейчас 1943 год. Война. После 43 года будет разруха. Мы живем в такую эпоху. В такие эпохи. Блажен, кто посетился и мир в его минуты роковые. Его призвали все благие, как собеседника на пир, пишет Тютча в своем стихотворении Цицерон. Разве не стоило побеспокоиться? Допустим, что я сам своим поэтическим чутьем смогу быть и царем, и рабочим, и рабом, и солдатом. Значит, здесь важна поэзия. Поэзия выше денег. Деньги не имеют здесь ценности. И он себя ощущает и царем, и рабочим, и рабом, и солдатом, и ученым, потому что волшебная лампа. Но смогу ли я сам выбрать такую эпоху? То есть можно выбрать роль, можно выбрать персонажа, но времена не выбирают, в них живут и умирают. Вот тоже известная цитата. Не смогу ли я сам выбрать такую эпоху, из которой, как из бинокля, можно было бы разглядеть и понять все эпохи? Какие основания, что эта эпоха, в которой я нахожусь, если именно та, на которую я рассчитывал? Я стою опечаленный, опустив голову и размышляю. Вот и вторую получку потратил бессмысла. Но не денег жалко, а вот когда же я стану взрослым, рассудительным? А Босяк не сказал, читая мои мысли. Значит, здесь как бы он читает его мысли. Он его, ну как бы, внутренняя часть. Но только ты зря убиваешься, что не дотронулся. Дело в том, что когда я проходил через Лебяжий, то эту штучку видела твоя мать, когда ты не родился еще. И кто знает, быть может, она дотронулась и пожелала, чтобы ты родился именно в ту эпоху, которую желаешь. Ну, сомнительная идея, чтобы Босяк говорил так, да еще слово эпоха употреблял, это уже явная такая фантазия, художественная фантазия Всеволода Иванова. И только волшебная лампа может создать эту мирную эпоху. А жизнь таким волшебством не обладает. И здесь некая грусть, печаль авторская. Так как он прочел именно то, что я думал, я решил, что передо мной была именно волшебная лампа. Я поверил тому, что я не я, что не я, а моя мать дотронулась и вызвала соответствующего духа. То есть, как бы он утешил, он уносит и лампу, и деньги. Должен сказать, что моя мать, не будучи практической женщиной, все же была решительна. Я говорю по тому практической, что если бы она заботилась о моем благополучии, она бы вызвала меня в другую эпоху. Но она знала, что непрактическое благополучие составляет счастье людей. И она выбрала именно ту эпоху, в которой мы с вами, читатели, находимся. Я на нее не сетую, хотя меня не печатают наполовину. И хотя эти рассказы вряд ли будут напечатаны при моей жизни. То есть, значит, здесь такая грусть вот того, что он не реализовался как писатель, как автор. А почему? Из-за эпохи, из-за войны. Дело в том, что книга печатания изобретена так недавно, и сетовать на то, что все твои писания будут и должны быть непременно напечатаны глупо. У человечества и без того много хлопот. Значит, здесь есть некое обесценивание самого себя, поэта. Но он все равно остается поэтом. И он видит всю эту ситуацию как поэт. Значит, здесь и хронотоп, и деталь, и ирония по поводу времени, и поэзия, которая раздвигает эпохи, и контраст или антитеза босека и интеллигента. Это контраст рождения и смерти накануне войны 14-го года и в разгар Великой Отечественной войны 43-го года. Деньги как незначимая ценность и вечные ценности, поэзия и ценность всякой эпохи, в которой человек рождается. Все это составляет рассказ Всеволода Иванова. Ну и стихотворение «Борис Рыжий», оно без названия, по первой строчке идет. «А иногда отец мне говорил, что видит про утиную охоту, сны с продолжением, лодка и двустволка, и озеро, где каждый островок ему знаком. Он говорил, не видел я озера такого наяву, прозрачного, какая там охота, представь себе, а впрочем, что ты знаешь про наши проохотничьи дела?» «Скучая, я вставал из-за стола и шел читать какого-нибудь кавку, жалеть себя и сочинять стихи подбродского о том, что человек, конечно, одиночество в квадрате, нет, в кубе, или нехотя звонил замужней дури, любящей стихи подбродского, а заодно меня, какой-то экзотической любовью. «Прощай, любовь, прошло десятилетие, ты подурнела, я похорошел, и снов моих ты больше не хозяйка, я за отца досматриваю сны, прозрачным этим озером блуждаю на лодочке дюралевой с двустволкой, любовно огибаю камыши, чучело расставляю, маскируюсь и жду, и не промахиваюсь, точно стреляю, что сомнительно для сна, что повторяюсь, сомнительно для сна, но это только сон и не иначе, я понимаю это до конца, и всякий раз, не повстречав отца, я просыпаюсь от того, что плачу». Обратите внимание, здесь, кажется, рифмы нет, но последняя строфа «Иначе плачу конца отца», рифмовка «Опоясывающая» или «Кольцевая», первая строка рифмуется с четвертой, вторая и с третьей, и есть парная рифмовка между двух строф. «Про наши, про охотничьи дела», «Скучаю, я вставал из-за стола». Значит, здесь тоже некая игра рифмами и отсутствием рифмы. Отсутствие рифмы – это тоже некий способ поэтической рефлексии. «Утиная охота», знаменитая пьеса Александра Вампилова вспоминается. Вампилов как раз герой и автор 70-х, то есть он старше Бориса Рыжего. Здесь еще Бродский, я бы сказал, что еще дается намек на Довлатова, но об этом чуть позже. Это все писатели после шестидесятники, то есть это 70-е и 80-е годы. Они разочаровались в шестидесятниках и в оттепеле. Началась эпоха застоя. Я большую часть жизни прожил в эпоху застоя при Брежневе. Эта эпоха, которую испытывали и Бродский, и Довлатов, и Вампилов. Борис Рыжий – более позднее поколение, на грани с XX веком. И это поколение уже разочаровано в поколении семидесятников, семидесятников-восьмидесятников. Оно как бы отрицает отцов. То есть вот если вспомнить Лермонтова, печально я гляжу на наше поколение, его грядущее или пусто, или темно, и там поколение последекабристское не находит взаимоотношения с отцами у Лермонтова. И здесь тоже есть главная тема – отец и сын. То есть я за отца досматриваю сны. Кто такой отец? Это человек поколения Бродского, Довлатова и Вампилова. И это как бы тема стихотворения «И отцы не доделали, а сыновья, и в том числе он, Борис Рыжий, должен доделать». Они должны доделать то, что не сделали это поколение людей, этого поколения семидесятых-восьмидесятых. Они как бы смирились с этим застоем и ничего с ним не сделали. А он должен это переформатировать, что называется. Вот такая, пожалуй, тема. «Я за отца досматриваю сны, прозрачным этим озером блуждаю, на лодочке дюралевой с двустволкой любовно огибаю камыши, чучело расставляю маскируюсь». Маскируюсь. Значит, как бы в этом времени он маскируется под отца. И как бы делает то же самое, что и отец. И он должен не промахнуться, он должен попасть. Отец промахнулся. Но это все сон, что, повторяюсь, сомнительно для сна. Но это только сон и не иначе. Я понимаю это до конца. И всякий раз, не повстречав отца, я просыпаюсь от того, что плачу. Отец умер, ушел. Ему снится отец. Это тоже вспоминается Лермонтов с сихотворением «Сон». Там двойной-тройной сон возникает у героя. И он сам как бы умирает. И здесь тоже смерть отца. И сон как смерть. И во сне он доделывает то, что не сделал отец. Он, вероятно, должен убить эту будку. Но это только сон. Ничего этого нет. Ему остается только плакать. Отец умер. Сон ему приснился. Он ничего не доделал. И получается такое как бы стихотворение многоточие. А иногда отец мне говорил, читаем начало. Я просыпаюсь от того, что плачу. Читаем конец. Начало и конец корреспондируют друг с другом. Ну и вот я отметил здесь несколько еще как бы таких скрытых аллюзий. И шел читать какого-нибудь кавку. Жалеть себя и сочинять стихи под Бродского о том, что человек, конечно, одиночества в квадрате нет в кубе. Смотрим эти аллюзии. Значит, у Иосифа Бродского стихотворение Кураньи. У всего есть предел, в том числе у печали. Взгляд застревает в окне, точно лист в ограде. Можно налить воды. Позвенеть ключами. Одиночество есть человек в квадрате. Так Драмадер нюхает морщи с рельсы. Пустота раздвигается как портьера. Да и что вообще есть в пространстве, если не отсутствие в каждой точке тела? От того, что у Рания старше Клио днем и при свете слепых коптилок, видишь, она ничего не скрыла и, глядя на глобус, глядишь в затылок. Вот они те леса, где полно черники, реки, где ловят рукой белугу, либо город, в чьей телефонной книге ты уже не числишься. Видите, там охота, озеро, здесь тоже лес, черника, белуга, рыбная ловля, охота. Как бы такие самые простые вещи. Нужно уйти от политики, от переделки жизни к чему-то самому простому. Дальше к югу, то есть к юго-востоку кричневеют горы, бродят восоки, лошади приживали, лица желтеют, а дальше плывут линкоры, и простор голубеет, как белье с кружевами. Человек из одиночества в квадрате выходит, но не Борис Рыжий. Он остается в нем, в этом одиночестве. В кубе у него одиночество, не в квадрате, в кубе. Ну, есть рассказ Довлатова «Хочу быть сильным». Вот здесь я сделал такую выжимку из этого рассказа по поводу кавки. Довлатов иронизирует над собой, такая самая ирония, как писатели. Он ироничен в достаточной степени. И вот он рисует такую абсурдную ситуацию. С литературой было покончено, дни потянулись таймительной вереницей. Сон, кефир, работа, одиночество. Коллеги, видя мое состояние, забеспокоились. Познакомили меня с развитой девицей Фридой Штейн. Штейн-камень. Мы провели два часа в ресторане. Играла музыка. Фрида читала меню как Тору. Справа налево. Мы заказали блинчики и кофе. Справа налево. То есть она читает цены. Фрида сказала, о чем мы будем говорить, спросила Фрида. О Джойсе, Гитлере, о Пшебышевском, о Черных Терьерах, о структурной лингвистике, о неофрейдизме, о Дизе и Гиллиспе, а может быть о Ясперсе или о Кавке. Значит, это все модные темы. И Борис Рыжий как бы из того времени, и до его времени это тоже докатилось, это как бы такие литературные кумиры и культурные кумиры здесь перечисляются, в том числе Кавка. О Кавке сказал я и поведал ей историю, которая случилась недавно. Прихожу я на работу, останавливает меня коллега Барабанов. Вчера, говорит, перечитывал Кавку. А вы читали Кавку? К сожалению, нет. Говорю, вы не читали Кавку? Признаться, не читал. Целый день Барабанов косился на меня. В обеденный перерыв заходила ко мне лаборантка Нинули и спрашивает. Говорят, вы не читали Кавку? Это правда, только откровенно. Все останется между нами. Не читал, говорю. Нинули вздрогнула и пошла обедать с коллегой Барабановым. То есть его предпочла Барабанову, потому что тот Кавку читал. Возвращаясь с работы, я повстречал геолога Тищенко. Тищенко был по обыкновению с некрасивой девушкой. В Ханты-Мансийске свободно продается Кавка, издали закричал он. Чудесно, сказал я, и не оглядываясь, поспешил дальше. Ты куда, обиженно спросил геолог? В Ханты-Мансийске, говорю. Через минуту я был дома. В коридоре на меня обрушил сосед дошкольник Рома. Рома обнял меня за ногу и сказал, а мы с бабульникой Кавку читали. Я закричал и бросился прочь. Однако Рома крепко держал меня за ногу. Тебе понравилось, спросил я. Более или менее, ответил Рома. Может, ты что-нибудь путаешь, старик? Тогда дошкольник вынес большую рваную книгу и прочел. Рубки и народные кавки. Ты умный мальчик, сказал я ему, но чуточку шепелявый. Не подарили тебе ружье. Так я и сделал. Браво, сказал Фриде Штейн. Я заказал еще шампанского. Не подарили тебе ружье. Это такая аналогия с мертвыми душами, когда Чичиков сыну Манилова дарит саблю. Вернее, хочет предоставить саблю, что он привезет в следующий раз. Хочешь саблю? Хотю. Ну, вот видите, здесь Кавка тоже сыграл свою роль. Ну и вот критерии оценки обычные. Те, кто уже в девятом классе был на Олимпиаде, их знает. Понимание текста, последовательное и адекватное раскрытие смысла текста в динамике, в лабиринте сцеплений, через конкретные наблюдения, сделанные по тексту. 15 баллов. Композиционная стройность работы, ее общая логика и стилистическая однородность, точность формулировок, уместность цитат и отсылок к тексту. 10 баллов. Владение теоретико-литературным понятийным аппаратом и умение использовать термины корректно, точно, и только в тех случаях, когда это необходимо, без искусственного усложнения текста работы. Обратите внимание, что практически нет эпитетов и метафор у Бориса Рыжего. Это текст безрифменный, вольный стих, но как будто бы лишенный ярко выраженных художественных средств. Здесь как бы одна идея и может быть аллюзия и ирония. И вот аллюзии, как название произведений, мои современники, что называется. Наличие и отсутствие фактических ошибок и общая грамотность. Если неграмотный, то вам могут снизить на 5 баллов вашу оценку. Последнее задание. Мультфильм с титрами. Вы художественный редактор на студии «Союзмультфильм». Режиссер мультипликационных фильмов задумал создать анимационный фильм по поэме Блока-12 с помощью различных иллюстраций к поэме и цитат из оригинального текста. Вам, как редактору анимационного фильма, режиссер предоставил ряд иллюстраций к поэме современников Блока, художников Юрия Аненкова и Михаила Ларионова совместно с Натальей Гончаровой, они супруги, а также Василия Масютина. Однако в ряду этих иллюстраций по ошибке оказались иллюстрации, не имеющие отношения к поэме Блока. Ну вот вы видите эти иллюстрации. Какие иллюстрации не к поэме Блока? Ну если вы внимательно посмотрите, то это, конечно, 10-й и 13-й иллюстрации. Там в поэме Блока не было никакого человека с сигарой, похожего на Черчилля, такой буржуа. И нет женщины, которая играет по нотам на рояле, такая старушка. Таких героев в поэме Блока нет. Значит, 10-й и 13-й это лишние иллюстрации, не те. Ну вот вы видите, какие иллюстрации нужно было отметить. Теперь титры цитаты из поэмы Блока 12. «Мы на горе всем буржуем, мировой пожар раздуем, мировой пожар в крови, Господи благослови». Эти иллюстрации соответствуют этой цитате. «В белом венчике изрос, впереди Иисус Христос». «Ах ты, Катя, моя Катя толстоморденькая». Одна только иллюстрация на эту цитату. «Стоит буржуй на перекрестке, в воротник упрятал нос, а рядом жмется шерстью жесткой, поджавший хвост паршивый пес». «Жмется жесткой пес». Видите, здесь такой ассананс и алитерация «Ж» и «Ойо» в духе Блока. «От здания к зданию протянут канат, на канате плакат, вся власть учредительному собранию». Ну и вот вы просто находите соответствующую картинку и протягиваете нужные линии от картинок цитатам от цитат к картинкам. Среди представленных иллюстраций к поэме есть много иллюстраций художника Юрия Аненкова, который прославился кроме работы в качестве книжного иллюстратора, также созданы им галереи портретов поэтов и писателей Серебряного века. Стиль данного художника отличался соединением элементов кубизма и футуризма. Последователи кубизма, популярного в начале XX века течения изобразительного искусства, при изображении предметного мира охотно дробили его на простые геометрические формы. Ну, я надеюсь, вы узнали здесь и Ахматову, и Пастернака, и Ходосевича. И видите вот эти формы, кубические формы, которые использует Аненков. И они еще допускали нарушение перспективы. Процесс узнавания работ Юрия Аненкова по его художественно-ярко выраженной кубистической манере вам поможет внимательно изучение нескольких портретов из его галереи и деятелей искусства Серебряного века, знаменитых впоследствии русских поэтов XX столетия. Их нужно еще и угадать, кто это. Значит, Ахматова, Пастернак и Ходосевич. Ну и нужно было правильно выбрать картинки, соотнести их с цитатами, ну и угадать, где же, собственно говоря, картинки самого Юрия Аненкова. Значит, вот третья, четвертая, шестая, седьмая, восьмая, девятая картинки это Васютин и Гончарова с Ларионовым, а вот первая, вторая, пятая, одиннадцатая и четырнадцатая, вот там элементы кубизма, это его картинки. И еще десятая и тринадцатая, те же элементы кубизма, но это уже не относится к поэме Блока. Значит, задание у Вас было взять картинки Аненкова, угадать из поэмы, для поэмы Блока, 12. Ну вот, собственно, все задания. Спасибо за внимание, дорогие друзья. Надеюсь, что мой разбор был Вам полезен. Удачи Вам на следующих турах, региональном этапе и заключительном этапе. Спасибо.